Казахстан Ландшафтное и биологическое разнообразие Центральной Азии издревле поражало воображение путешественников и исследователей. В каком еще уголке земного шара можно за один день увидеть вечные снега, альпийские тундры, хвойный лес, сочные горные луга, широколиственные дубравы предгорий, бескрайние степи, тугайные джунгли вдоль пойменных рек и безводные пустыни. Эти пестрые ландшафты заселены самыми разнообразными видами животных, многие из которых являются охотничьими. Богата казахстанская земля, но в последние годы бурное развитие сельского хозяйства и использование воды пойменных рек на хозяйственные нужды сократили былое изобилие диких животных. И теперь многие виды, еще сравнительно недавно считавшиеся охотничьими, стали редкими и охота на них запрещена. Современная наука пришла к выводу, что рациональное использование ресурсов охотничьих животных приносит больше пользы, чем вреда. Дикие животные – ресурс возобновляемый, и при разумной охране и интенсивном воспроизводстве их численность растет очень быстро. Получая материальные выгоды от честной охоты на животных, люди больше ценят этот возобновляемый ресурс и стараются сохранить его и приумножить. Так происходит во многих странах мира. В Казахстане хорошим примером этой стратегии сохранения животного мира являются моралы и козероги. На них охотятся и граждане Казахстана, и иностранцы. Но численность их при этом растет. Это самые востребованные на международном охотничьем рынке представители казахстанской фауны. Наша экспедиция побывает в самых лучших охотничьих угодьях Казахстана. Присоединится к трофейным охотникам, ищущих трофеи своей мечты. Увидим профессиональных проводников за работой и заодно узнаем, чем привлекает Казахстан иностранных охотников. Мы узнаем, чем охота на диких просторах наших гор отличается от охоты в аккуратных, ухоженных европейских хозяйствах. Вот мы поднялись на перевал Акжал, и перед нами открылся вид на урочище Майшат. Внизу мы видим реку Киндерлик, прямо перед нами вершина Мустау. Мы подъезжаем к базовому лагерю, выгружаем снаряжение, располагаемся в армейских палатках и подготавливаемся к долгой горной экспедиции. Самое важное в горной экспедиции – это правильно выбрать и подготовить лошадей, нужно проверить подковы и седла. Прямо в базовом лагере берем в руки бинокли и осматриваем соседние склоны. На одном из них замечаем мирно пасущихся моралов. И вот мы приехали на зимовку Майшат, отсюда до охотничьего лагеря Тибигень, около 20 километров. Сейчас мы форсируем реку и будем подниматься вдоль пограничной инженерной линии в горы до лагеря Тибигень. К месту охоты путь не близкий. Большую часть маршрута нам придется провести в седле. Людям, непривычным к длительным конным прогулкам, это занятие покажется мучительным, но для нас это не проблема. Проводники заранее определили место, где можно найти настоящий трофей. Эти данные получены благодаря учету и видеоловушкам. Охотник из Франции Клод Дьюдон в сопровождении известного аутфитера Рено Дегре Дюлоу отправляется в самый отдаленный уголок, плато Тибиген, на поиске выдающегося трофея морала. Они специально заказали тур в такое место, где не ведется никакой хозяйственной деятельности, где не встретишь ни пастухов, ни других охотников. Клоду 71 год, но он отказался от относительного комфорта базового лагеря, чтобы испытать себя в настоящей дикой охоте. В течение следующих семи дней ему придется ночевать в палатке и довольствоваться набором сублимированных продуктов. Карабкаться пешком по кручам, вброд форсировать бурные реки и по десять часов в сутки проводить в седле. Морала еще не полностью сформировали свои брачные гаремы, но уже начинают их формировать. А вот внизу под нашим лагерем пасется стадо архаров, горных баранов. Клода сопровождает опытный проводник Мурат. Мурат родился и вырос в этих горах. Он знает здесь каждую тропинку. Опытных проводников становится все меньше и меньше. Пожилые люди уходят на пенсию, а молодежь не стремится связать свою судьбу с нелегкой жизнью в горах. Сегодня 13 сентября, внизу в долине светит солнце, а здесь идет снег. Во многих странах мира работа профессионального охотника считается престижной и высокооплачиваемой. Чтобы получить лицензию PH, нужно сдать сложный экзамен. Это логично, так как от квалификации проводника зависит не только успех охоты, но зачастую и жизнь охотника. У нас пока работа проводника не приносит таких доходов, как за рубежом. Но она требует не меньшего профессионализма. Мурат уверенно ведет конный караван по крутым горным кручам. Он точно знает, по какому склону можно пройти, а какой лучше обойти. Стоит ему ожибиться в выборе тропы и жизнь клиентов подвергнется реальной опасности. В пути нашу группу застала непогода, и мы ставим лагерь. Ночевать придется на перевале. Охотники забираются в теплые спальники. Правильный выбор снаряжения – очень ответственная задача. Ночевка на снегу в плохом спальном мешке может серьезно навредить здоровью. Палатки для охоты в высокогорье нужно выбирать прочные, альпинистские, с металлическими дугами. Максим рассказывает случай, как несколько лет назад во время экспедиции в Тиньшань выпал полуметровый снег, и китайские палатки все до одной поломались в одну ночь. Экономия на снаряжении обернулась крахом экспедиции. Сезон охоты на морала открывается с первой субботы сентября и продолжается до 31 декабря. Большая часть охотников старается забронировать туры в период рева. Ревом называют сезон брачной активности моралов. В это время горы оглашаются брачными криками быков, напоминающими скорее не рев, а громкий писк в высоком регистре. В это время половозрелые самцы формируют гаремы, в котором число самок в зависимости от социального статуса самца может колебаться от одной до пятнадцати. Состав гарема может меняться. Случается, что одна или несколько самок переходят из одного гарема в другой. Молодые самцы обычно более беспечны, чем старые матерые быки. Особенно осторожны старики, потерявшие репродуктивную способность. Фактически не участвуя в гоне, они весь световой день прячутся в непроходимой чаще, лишь время от времени оглашая окрестности басовитым ревом. Чтобы заметить такого зверя издалека, у проводника должно быть отличное зрение, которое опытные охотники оттачивают многолетней практикой. Важнейшим инструментом работы профессионального охотника является бинокль. У зарубежных охотников дорогие бинокли, а мурат использует старый советский семикратный беркут. Но несмотря на скромное качество своей оптики, он всегда замечает животных быстрее клиентов. Он должен не только найти животное, но и примерно оценить размер предполагаемого трофея. Мурат не знает иностранных языков, поэтому он просто рисует палочкой на земле цифру, означающую предполагаемый вес трофея. На этот раз морал, похоже, действительно достойный. Клод принимает решение начинать подход. Подойти к моралу не так-то просто. Иногда на это уходит несколько дней. Я совершил большую ошибку. Сегодня утром проснулся, светит солнце, синее небо. Я думаю, зачем мне дождевик? И не стал брать водозащитный костюм. А вот нужно идти по лесу, немножко пойдешь по засыпанному мокрым снегом лесу и весь мокрый. В следующий раз буду осторожнее. Горный охотник должен уверенно стрелять на дистанцию до 300 метров. На самом деле было бы обидно прилететь с другого конца света, заплатить кучу денег за сервис, увидеть трофей своей мечты и промазать. Клод – опытный охотник. У него за плечами сотни охот на всех континентах. Он подкрадывается к моралу по полоске леса на 350 метров и стреляет с тяжелой позиции под углом в 40 градусов. Пуля точно попадает в цель. Блейзер в калибре 300 Win Mag – проверенное оружие для горных охот. Клод счастлив. Он добыл достойный трофей. Вес рогов – около 14 килограммов. Для дикой горной охоты это отличный показатель. Вес трофея европейского благородного оленя обычно не превышает 6-7 килограммов. Морал – близкий родственник европейского оленя. Но все же это другой вид. Центральноазиатский подвид благородного оленя имеет ряд особенностей и отличий в морфологии и поведении. Наш морал гораздо крупнее и размерами тела и весом. Взрослые самцы морала достигают веса 350 килограммов. Самки – 150-220 килограммов. В пределах Казахстана моралы обитают в разных ландшафтных зонах. Он предпочитает лесные биотопы, но встречается и на безлесных горных склонах. Например, в заповеднике Аксуджабаглы и в Тарбагатае. Морала можно увидеть и у подножья пика Хантенгри на высоте 4000 метров и в Южно-Сибирской тайге, в ленточном бару Северного и Центрального Казахстана. Ежегодно в Казахстане выдается от 300 до 500 лицензий на морала. Часть этих разрешений используется нашими соотечественниками, а часть продается на международных выставках иностранным охотничьим туристам. Сегодня трофеи, добытые в настоящей горной охоте, в диких местах, оцениваются отдельно от трофеев, выращенных в интенсивных охотничьих хозяйствах. Уже сформировано сообщество горных охотников, признающих только дикую охоту. Клуб горных охотников стал самым престижным в охотничьей среде, а цены на дикие охоты существенно выросли. Дикой охотой называют охоту в малоосвоенных горах, где животный мир сохраняет свое богатство и разнообразие не благодаря интенсивной биотехнической работе, а в силу труднодоступности. Дикая охота приобретает все большую популярность. Если 30-40 лет назад охотники платили за комфорт, то теперь они согласны платить за счастье, какое-то время провести среди непуганных диких зверей в абсолютно дикой природе. Сроки начала гона моралов зависят от погоды. Когда идет дождь, и особенно снег, такая ненастная погода кажется моралом очень романтичной, и в этот период их брачная активность резко возрастает. Лучший сезон для охоты на морала – это период рева. Интенсивность гона у моралов зависит от погоды. В разных регионах Казахстана сроки гона могут отличаться. Популярность охотничьих регионов тоже не одинакова. В охотничьих угодьях, где иностранные охотники добывали выдающиеся трофеи, на следующий год образуется что-то вроде очереди. Многие хотят забронировать охоту в местности с хорошей трофейной статистикой и хорошей репутацией организаторов. На этот раз Клод и Рено довольны. Охота прошла удачно, и Рено договаривается с организаторами о новом путешествии в Казахстан на следующий год. Редактор субтитров А.Семкин